В приграничном колумбийском городе Кукота проходят совещания венесуэльских оппозиционеров. Задача, которую они перед собой ставят, обеспечить провоз на территорию Венесуэлы грузов, присланных сюда из Соединенных Штатов. Член парламента Венесуэлы от оппозиционной партии «Народная воля» Габи Арияна убеждена, что армия скоро пропустит грузовики через границу. Я считаю, что они заинтересованы, как никто другой, в доставке этой гуманитарной помощи. В армии больше, чем где-либо еще желания, чтобы помощь была доставлена. Я настроена оптимистично относительно того, какое решение примут военные. У нас есть сведения о настроениях в казармах. И они не в пользу продолжения угнетения венесуэльского народа. К оппозиционным политикам присоединились и многие обычные венесуэльцы, эмигрировавшие за последние месяцы в Колумбию. Люди объединяются, и мы сможем въехать. Что-то должно произойти. Ждать больше невозможно. Чего ждать? Пока там все умрут, а груз пропадет даром? Число венесуэльцев, перебравшихся в Колумбию, насчитывает несколько миллионов человек. Они опасаются, что кризис на их родине может спровоцировать вооруженный конфликт. Мы считаем, что войной не разрешить политический и социальный кризис в Венесуэле. Мы призываем к переговорам. Мы верим в самоопределение народа. Наши страны самостоятельны, и они не могут воевать друг с другом. Правительство Николаса Мадуро не верит в гуманитарное назначение груза, опасаясь, что он может оказаться троянским конем. Такого рода собрания будут проводиться всю неделю до 23 февраля. На этот день назначен концерт с участием иностранных артистов. По этому случаю оппозиция хочет собрать здесь, в Кукоте, еще больше людей. Ожидается также, что сюда прибудут новые грузы из стран, признающих Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Венесуэлы из страны, в Кукоте, в Кукоте, в Кукоте, в Кукоте, в Кукоте, в Кукоте.